Из-за сгоревшего трансформатора полностью встала вся котельная, не работала даже автоматизированная система управления. Восстановительные работы приходилось проводить в полной темноте, пока не подвезли дизельные электростанции из-за Бакана. Но и тут тоже возникли сложности. И много, на мой взгляд, было все-таки и ляпов. Когда возникла необходимость там кусками начинать устранять последствия ЧАЭС, чтобы мазут не замерз, дизельные электростанции туда подвозить начали, вдруг кому-то в МРСК, вот в эту вот штуковину пришла мысль, гарантийные письма давайте, что вы оплатите ГСМ. Какие оплаты? На улице мороз. Дизельные электростанции долгое время не могли завести, и это в 20-градусный мороз, когда дорога каждая минута. Также Владимиру Крафту не понравилось, что на месте ЧП так и не появился ни мэр Черногорска, ни глава Усть-Абаканского района. С ума сойти. Вы можете представить, какой у многих в голове был аларм? На русское слово переводится паника. У нас были опасения, что могут перемерзнуть стояки, особенно в Усть-Абаканском районе. Стольчевский Владимир Крафт раскритиковал службы сегодня на заседании комиссии ПЧС, где были подведены итоги за прошлый год. Среди основных достижений всем пострадавшим от паводка 2014 года выплачены финансовые компенсации. Деньги получили все родственники погибших во время пожаров 12 апреля – 32 миллиона. Однако по-прежнему остается нерешенная проблема вывоза мусора с территории, оказавшихся в зоне апрельских пожаров. На эти цели нужно более 30 миллионов рублей. Получить деньги с федерального центра пока не удается. Виктор Боров, Станислав Колченаев, Вести Хакасия.